Марина купила телефон в ближайшем салоне еще 12 августа. При покупке работал, однако через несколько дней аппарат начал вести себя неадекватно. Начал самопроизвольно набирать все клавиши, кому-то дозваниваться. С этой проблемой я обратилась в салон, у меня приняли, посмотрели, сказали, да, действительно, кнопки самостоятельно включаются, нужно отправить в сервис. Ждите нашего звонка, сказали в салоне Марии и замолчали. Прошел месяц, второй, на третий, после многочисленных звонков и визитов выяснилось, что ситуация не сдвинулась с места. Он так под субки и пролежал, на что я сказала, какие мои должны быть действия. Она сказала, пишите заново заявление, так как ваш телефон принимала другая служба, эти работники больше не работают, пишите заявление. В Роспотребнадзоре поясняют, Марина совершила типичную ошибку. Телефон по закону относится к технически сложному товару. К слову, сюда же попадает бытовая оргтехника, фотоаппараты и автомобили. А значит, самое главное – сроки. В течение 15 дней с момента покупки в случае неисправности идем к продавцу сразу с претензией. Претензия пишется в двух экземплярах. В претензии указывается, кому она пишется, адрес магазина, фамилия, имя, отчество предпринимателя, либо название юридического лица, то есть там, где покупатель приобрел свой товар. Пишется от кого, фамилия, имя, отчество покупателя и его контактные данные. И в претензии четко излагается суть произошедшего, где купил, когда, что случилось с товаром, в какое время обнаружил недостаток, какой недостаток. И четко изложить свои требования, что хочет потребитель. Либо вернуть денежные средства за товар ненадлежащего качества, либо обменять его на аналогичный. Ставится подпись, дата и вручается под роспись предпринимателю. Продавец отказывается принимать претензию. Отправляем по почте письмом с уведомлением. Далее по закону за 10 дней вам должны либо обменять телефон, либо вернуть деньги. Важный момент, если возник спор, по чьей вине сломался телефон, сразу требуем экспертизу. Продавец обязан за свой счет провести экспертизу самостоятельно для решения данного спора о причинах недостатка товара. Вот такая экспертиза проводится продавцом в сроке не более 20 дней. Отказывается проводить экспертизу, делаем за свой счет, перед этим также уведомляем продавца. Да, затратно, но если вам попался упертый магазин и отказывается возвращать деньги или менять телефон после положенного срока, собираем все бумажки и в суд. В итоге вам вернут стоимость экспертизы, телефона и взыщут с истца не только судебные издержки, но и моральный ущерб за нарушенные права потребителя. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Субтитры создавал DimaTorzok